Однажды к седому старцу пришел молодой человек и сказал, «Я пришел к тебе, потому что чувствую себя таким жалким и никчемным, что мне не хочется даже жить. Вокруг все твердят, что я неудачник, растяпа и идиот. Прошу тебя, помоги мне!» Старец мельком взглянул на юношу и торопливо ответил, «Извини, но я сейчас очень занят и не могу тебе помочь. Мне нужно срочно уладить одно очень срочное дело». Немного подумав, добавил, «Но если ты согласишься мне помочь в моем деле, то я с удовольствием помогу тебе вдвоем». «С удовольствием», – пробормотал юноша, с горечью отметив, что его в очередной раз отодвигают на второй план. «Хорошо», – сказал старец, и снял со своего левого мизинца небольшое кольцо с красивым камнем. «Возьми коня и скачи на рыночную площадь. Мне нужно срочно продать это кольцо. Чтобы отдать долг, постарайся продать его подороже и ни в коем случае не соглашайся на цену ниже одной золотой монеты. «Скачи же и возвращайся как можно скорее». Юноша взял кольцо и ускакал. Приехав на рыночную площадь, он стал предлагать кольцо торговцам. И те поначалу с интересом разглядывали товар. Но стоило им услышать о стоимости в одну золотую монету, как они тут же теряли к кольцу всякий интерес. Одни открыто смеялись ему в лицо, другие просто отворачивались. Лишь один пожилой торговец любезно объяснил ему, что золотая монета – это слишком высокая цена за такое кольцо. За него могут дать разве что только медную монету, но в крайнем случае серебряную. Услышав слова старика, юноша очень расстроился. Ведь он помнил наказ старца ни в коем случае не опускать цену ниже одной золотой монеты. Обойдя весь рынок и предложив кольцо доброй сотне людей, юноша вновь оседлал коня и вернулся обратно. Сильно опечаленный неудачей он вошел к старцу. «Учитель, я не смог выполнить твоего поручения». «С грустью», – сказал он. «В лучшем случае я мог бы выручить за кольцо пару серебряных монет. Но ведь ты не велел соглашаться меньше, чем на одну золотую. А столько это кольцо не стоит». «Ты только что произнес важные слова, сынок», – отозвался старец. «Прежде чем пытаться продать, неплохо было бы установить его истинную ценность. Но кто может сделать это лучше, чем настоящий эксперт по драгоценностям, ювелир? «Скачи-ка к ювелиру, да спроси у него, сколько он предложит нам за кольцо. Только что бы он тебе не ответил, не продавай кольцо, а возвращайся ко мне». Юноша снова вскочил на коня и отправился к ювелиру. Ювелир долго рассматривал кольцо через лупу, потом взвесил его на маленьких весах и, наконец, обратился к юноше. «Передай хозяину, что сейчас я не могу отдать за него больше пятьдесяти восьми золотых монет. Но если он даст мне время, я куплю кольцо за семьдесят монет». «Семьдесят монет?» Юноша радостно засмеялся, поблагодарил ювелира и во весь опор помчался назад. «Садись сюда», — сказал старец, выслушав оживленный рассказ молодого человека. «И знай, сынок, что ты и есть это самое кольцо, драгоценное и неповторимое. И оценить может тебя только истинный эксперт. Так зачем же ты ходишь по базару, ожидая, что это сделает первый встречный?» Ценность жизни определяется тем, насколько ты ценишь себя. А это, в свою очередь, зависит от того, кем ты себя считаешь. Парадоксально, но когда ты осознаешь свою истинную природу, неограниченную ни именем, ни формой, ни условностями, жизнь начинает сиять подобно неземному сокровищу. Будьте такими, какие вы есть, и стремитесь совершенствовать себя в лучшую сторону. Не ищите признания людей, только Бог знает вам истинную ценность. Если вам понравилась эта притча, не забудьте подписаться на канал и написать слова благодарности в комментариях. Спасибо вам, друзья!